всем привет это обзор олега его аналогов от калин красный и сегодня у меня в обзоре 4 китайскими фигурки по гражданской войне в россии по рабочей крестьянской красной армии от китайской компании mg qn это очень такая непонятно для меня название нестандартная не знаю чьи это братья синкруит по уголе еще какие-то вообще отдельная история но в общем выпустили ребятки небольшой пак из четырех мини фигурок наконец-таки на канал вернулись обзор на китайские мини фигурки подписчики уже соскучились по ним потому что у меня последнее время выходили либо новости либо обзоры на новинки лего и вот скажем так начинается марафон на китайскими фигурки это у нас мини фигурки скажем так военных по гражданской войне ну или нет что давайте вскроем и на них посмотрим покупал я их на алиэкспрессе там была бесплатная доставка на что мне вообще на самом деле повезло потому что там в время очень дикая доставка в россию порядка более 300 рублей или 400 покупаешь пак дешевле в последнее время на зоне покупать знаете ли ладно поехали и так фигурки собраны и как всегда перед обзором небольшое предисловие я скажу что китайцы как всегда снова повторюсь в своем духе разношерстный пак получился мини фигурки у нас это в общем то у нас это все рабочая крестьянская красная армия это у нас военные оттуда есть даже какие очень точные персонажи вроде вот этого героя о нем чуть позже поговорим но пак получился разношерстный в том плане что у нас здесь и вроде как гражданская война и вроде как просто обычные уже солдаты в общем немножко непонятно но качество пластика на четверку знаете такой с натяжкой качество принтов у всех на четверочку принципе хорошая такая все остальное сейчас увидите дать посмотрим на них более внимательно первая мини фигурка это у нас красноармеец судя по синим петлицам именно по темным петлицам это у нас кавалерист но еще плюс него есть такая шашка мини фигурка отличная мне что очень радует принты принтер реально здесь хорошо напечатанное как я говорил на четверку у нас имеется здесь значок на богатырки она же у нас буденовка она нас свернута здесь очень прикольно она выполнена впервые она у нас здесь сбоку даже имеется смотрите ножны для шашки интересный такой принтик сзади вот такие у нас принты и принты на ногах тоже видите как раньше ноги перевязывали также имеется и принт обуви слушайте на интересными фигурка мне нравится его качество и вот такое выражение лица у неё что самое интересное у каждой мифигурки идет в комплекте небольшой аксессуар у данного красноармееца в комплекте идет вот такой вот плакат временами на великой отечественной войне если вы прекрасно видите что написано смерть фашистской гадине причем здесь именно этот плакат непонятно плакат именно копируют что самое интересное оригинал насколько я помню но в лиго формате это круто на самом деле для всяких кастовов для всяких стоп-мошенов подойдет просто идеально. Но не из этого времени. Было бы прикольно, если был бы плакат какой-нибудь по гражданской войне. Следующая мини-фигурка, это тоже у нас кавалерист. Как вы видите, тоже красноармеец. Но в таком, скажем так, немножко зимнем варианте. У него здесь такая вот шинель. Мини-фигурка, кстати говоря, имеет немножко другую принтовку, в плане, она немножко грязная. Сейчас чуть позже ее покажу. Из аксессуаров у него лопата зачем-то, видимо, он копает окопу или еще что-либо. И богатырка, как видите, она у нас в таком зимнем утепленном варианте. То есть, ну, опущенные у нас будет. На самом деле, мне очень нравится, как она выполнена. То есть, как отдельный молд детали. Прям очень круто. Очень круто. Очень интересно сделано. Сразу вам скажу, что качество, качество у этой, скажем так, тканевой шинели просто отвратительное. Она вот так заминается. Ну, обычная сама такая дешевая ткань. Но принты, так или иначе они есть и они выполнены достойно. Хочу сказать. У нас здесь вот такие петлицы, такой значок, звезда красная. На руках у нас тут так же повторяется принтик, вы видите, под ногами ножны. Так выглядит наш красноармеец без своих аксессуаров. Смотрите, у него даже лицо такое особенное. Видите, какой-то шрам у него есть на брови правой. Грязная вот такая одежда. Прикольно выполнена. Принты реально хорошие. Мне, кстати, нравится, как выполнен ремень. Он, по-моему, здесь такой же, как и у другой мифигурки. Давайте сравним. Ну да, принты у них одинаковые. Отличается то, что здесь грязные и недовольные, а здесь чистые и довольные. И вот так выглядит тканевая шинель. Видите, она сразу помялась, порвалась немножечко, затянулась. В общем, не очень по качеству. Но самое-самое странное, что у данного красноармееца вот такой вот знак участника ликвидации последствий Чернобыльской аварии. Смотрите, просто замечательная принтовка. Прямо вот респект за это. Очень круто все пропечатано. Это реально был такой знак. Но что этот знак делает у красноармееца, я не знаю. Именно у красноармееца гражданской войны. Этот знак, по-моему, обращался именно военным, кто принимал участие в ликвидации. Что делает он здесь, не в той временной петле, скажем так, непонятно. Но знак выполнен просто великолепно. Даже slow-chise читается. Следующая мифигурка. Я думаю, вы сразу узнали, кто это. Но на самом деле в паке китайском было написано, что это железный феникс. Но мы прекрасно с вами видим, что это не он. Черты лица читаются просто замечательно. Это у нас троцкий. Интересная мифигурка. Чем она интересна? У нее вот такой вот кожаный плащ из дермантина. Он, ну, прикольный, но пахнет на самом деле. И я бы не сказал, что добавляет какого-то прям крутого шарма мифигурки. Да, конечно, выглядит интересно, прям как вот на старых фотографиях, но непонятно. И оружие, оружие у него, ну, я не особо разбираюсь, но, по-моему, это очень похоже на ТТ. Если что, ребят, пишите в комментариях, на какой пистолет именно это похоже, но, по-моему, тоже не из-за этого времени. Вот так фигурка выглядит у нас без всех аксессуаров. Очень крутая, очень крутая. Ну, видите, что черный пластик покоцанный, и принты, ну, как бы дешевенько выглядят здесь. Мы знаем, что троцкий носил именно кожаную, такую военную форму, и вообще все в то время было из натуральной кожи, и у него она была черная, и вот эти детали, то, что так подмечено, очень круто выглядит. Реально, реально, знаете, прям такой casual стиль. Мне очень нравится, как выполнена фуражка. Здесь мы видим советскую звезду. Именно, по-моему, это знак рабочей крестьянской красной армии, и очень-очень-очень круто выполнено лицо. Ну, лицо прям максимально узнаваемо, мне очень нравится. Но самое интересное, так это то, что у него из аксессуаров имеется звезда героя Советского Союза. Эта награда была учреждена, по-моему, в 34-м году, а на момент, когда она была учреждена, Троцкий уже не находился в Советском Союзе. Это какие-то двойные стандарты от китайцев, либо они что-то спутали, но видите, прекрасно, что принт выполнен ну просто идеально. Последняя минифигурка здесь все проще. Это у нас девушка, как вы видите, и, как вы видите, по форме, это у нас парашютистка. У нее здесь имеются специально вот эти ремни. Также по форме я здесь вижу уже погоны, я здесь вижу значок гвардии, который был учрежден, по-моему, в 42-м году и значок красной звезды. Ну, то есть, это у нас, скорее всего, либо Великое Отечественное, либо чуть туда подальше. Потрясающие здесь принты, очень мило выполнено лицо. У нас здесь имеется шлем, видны, кстати, голубые глаза, бровки у нас также имеются светленькие, очень все детально пропечатано, петлицы, все ремни, у нас вся обувь потрясающая. Сзади мы видим этот парашют, очень круто, очень все интересно. Здесь на левом рукаве у нас, по-моему, значок авиации, все детальненько, пистолет, я, честно, не скажу, не разбираюсь сильно, из этого времени он или нет. Ну, и ей достался Орден Отечественной Войны, и, судя по всему, то, что он здесь именно золотистого цвета, первой степени. Тоже очень хорошо, идеально пропечатан. Так, ну и что скажу по итогу, ребятки? Пак на четверочку, вытягивают его всякие прикольные аксессуары, качество хорошее, хорошее, недостойное, но хорошее. Мне нравятся принты, хорошее, но пластик немножечко не такой, как хотелось бы его видеть. Пак, безусловно, на любителя, на определенного коллекционера, так что, если хотите себе или коллекционируете военную тематику, то покупайте обязательно. Если нет, так просто по фану, можете не брать. У меня на этом все. Обязательно ставьте лайк данному видео, пишите комментарии, коллекционируйте ли вы подобные мифигурки, и вступайте в группу ВКонтакте и Телеграм-канал, где мы выкладываем все новинки Лего и его аналогов. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok